Мухтар Гасымлы 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 Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами вертолета Ми-8, который был сбит 20 ноября 1991 года над селом Гаракян Хаджавенского района. В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели и журналисты страны. Среди погибших госсекретарь Тофик Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, экс-министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагив Джаваров, Велий Мамедов, вице-пемьер Зульфи Гаджиев, завотделом аппарата президента журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санал Сириков, азербайджанский журналист Алый Муставаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека. Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Документ размещен на сайте парламента. Как сообщил в Твиттер, один из авторов резолюции сенатор Брюно Ритая, проект рассмотрят 25 ноября. Резолюции Сената Франции имеют рекомендательный характер. Исполнительная власть не обязана их выполнять. Ранее официальный Париж поддержал Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после его завершения состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу. Представители оппозиции и экспертного сообщества Азербайджана призвали и президента Ильхам Алиева, и главу Турции Реджепа Таипа Эрдогана заключить военный союз между двумя странами. Мы ценим политическую, моральную, дипломатическую и материально-техническую поддержку Турецкой Республики в борьбе с врагом при восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Мы благодарим наше государство за его решительность при реализации этого права, несмотря на внешнее давление. Мы считаем, что освободительная азербайджанская армия, воспользовавшись опытом военного сотрудничества с турецкими вооруженными силами, показала высокую боеспособность при освобождении наших земель, и поэтому потери в боях были небольшими, сказано в обращении. Далее в обращении обращено внимание на нарушение России условий трехстороннего соглашения 10 ноября о прекращении огня. В частности, Минобороны России, грубо нарушив условия трехстороннего заявления, ввела в Карабах непредусмотренные в соглашение зенитно-ракетные комплексы, вертолеты, беспилотники, средства радиотехнической разведки и другие вооружения. Кроме того, вооруженные силы России установили наблюдательные пункты и организовали патрулирование на территориях, неохваченных совместным заявлением в Шуше, Кельбаджаре и Агдаме. Министр обороны Армении Давид Танаян подал в отставку. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, руководство вооруженных сил Армении подверглось резкой критике из-за результата боевых действий в Карабахе. Согласно информации СМИ, власти Армении хотят назначить главой оборонного ведомства Вагаршака Арутиняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Николы Пашиняна. Официальных комментариев из Министерства обороны Армении пока нет. Отметим, что за последние дни в отставку подали уже главы МИД и МЧС Армении Зограб Мнацикаян и Феликс Цолакян.